В основном презентации легла книга «Эффектив Java» одноимённая Джоша Блоха. Кто такой Джоша Блоха? Он известен как один из задающихся инженеров корпорации Sun Microsystems, является разработчиком и дизайнером основных платформных решений языка Java. В частности, он очень сильно потрудился на коллекшнсе, практически абсолютно все классы в этом фреймлоке, абсолютно все классы, в которых он принимал участие в разработке. Разрабатывал пакет MAT и начинал с версии, ввел механизм Асерда. В 2004 году Джош Блоха перешёлся на экосистенную компанию Google, где до 2012 года работал на должности главного архитектора. Джош Блоха отмечен как выдающийся девелопер и попал в топ-40 лучших девелоперов всего мира. И вот книга «Эффектив Java», которую он написал. Прежде всего, эта книга заняла George Awards. Это премия, которая выдается для решений, инноваций, технологий, архитектурных решений, а также стекнув, которые смогли всколыхнуть телекоммуникационную отрасль, отрасль информатики, которые привезли к ней очень интересные решения. Сама идея книги от Джош Блоха зародилась, когда он работал в компании Sun. Как он пишет в своих меморарах, однажды он просматривал свою сферу и увидел очень много переписки со своими коллегами. И коллеги интересовались, задавали ему вопросы, каким образом решить ту-либо иную задачу. И Джош обладал внимание, будучи консультантом, что практически все ответы очень однотипны. И таким образом он попытался их свести в так называемые best practices, которые в будущем были изданы в Effective Java. Книга Effective Java потерпела два издания, сейчас актуальна является именно вторая. Она является очень интересной, потому что как только человек такого уровня, как Джош, садится за написание книги, она однозначно будет интриговать. Книга построена по разделам, каждый отдел включает в себя отдельные айтемы. Все в книге находятся 78 айтемов. Она очень удобна тем, что каждый айтем можно читать независимо друг от друга, в любом порядке, начиная от начала до конца, по диагонали, как угодно. Айтемы очень сильно между собой пересекаются, и таким образом можно передвигаться по ним. Если мы зайдем в исходники Java, в частности на JDK 1.6, и сделаем поиск по тегу javadoc, osr.javablog, мы увидим порядка 75 классов, где действительно в аннотациях, тагах javadoc файла, он является автором. В частности, как было сказано, это javaleng пакет, основной javavский, mat, математические вычисления, security, безопасность, и пакет util, где было наибольшее его творчество. Следующий человек на слайде, вам известен? Джеймс Гослин. Да-да-да, это Джеймс Гослин, создатель языка Java. И это цитата из книги, которая находится на одной из первых страниц, где он пишет о том, что я очень бы хотел, чтобы эта книга была у меня 10 лет назад под рукой. И некоторые люди действительно думают, что поскольку я создатель языка Java, и, соответственно, мне не нужна ни одна книга, но я уверен в том, что мне нужна именно она. Построю презентацию, и, естественно, охватить все 78 айтемов мы не сможем, поэтому пробежимся по основным из них. Вот. И начнем по порядку. Самый первый айтем. Отдавайте предпочтение статическим фабричным методам вместо конструкторов. Как мы знаем, что для того, чтобы инстанцировать какой-то класс, в частности, используется практика создания нового инстанца посредством вызова конструктора, который существует абсолютно в любом классе. Но существует и другая техника, благодаря которой мы можем инстанцировать наши классы при вызове статического метода. Эта техника широко используется разработчиками и применена. Смотрим на proper классы, которые обворачивают примитивы, например, boolean, integer, long и подобные. Существуют методы под названием value of, которые возвращают нам инстанс этого класса. В частности, boolean. Идентичная существует и в коллекшене, и в листе. В частности, вот метод asList, который нам возвращает backitList. То же самое находится в пакете secure, где, вызывая метод getInstance класса Cypher, мы передаем ему в параметре тип алгоритма шифрования, и его нам инициализирует и возвращает тот блок, который нам нужен. То есть, либо is-шифрование, либо des-шифрование. Какие основные преимущества использования фабричных методов в сравнении между конструкторами? Прежде всего, это то, что фабричные методы имеют свое имя, и этим удобно пользоваться. Вот рассмотрим, например, класс big integer, который можно инициализировать посредством вызова конструктора, где задается длина битности, вероятность того, что это будет простое число, какой-то рандомайзер, который может участвовать в построении простого числа. Либо вызов фабричного метода, который говорит, что я хочу вызвать пробу Google Prime, и куда передаются параметры. Такие вызовы очень удобно использовать, потому что, когда мы расширяем класс и хотим создать новые конструкторы, мы добавляем дополнительные параметры. И таких параметров становится очень много, и пользователю нашим API не всегда удобно пользоваться, и тем более запомнить, в какой последовательности должны быть параметры, какой из них что должен означать. И поэтому приходится писать достаточно много документации к нашему коду, в частности JavaDoc. Следующее преимущество использования фабричных методов, что в отличие от конструкторов, они не требуют возвращать постоянные новые инстансы нашего объекта. В частности, можно использовать механизм кэширования. В раппер-классе пакета Leng используют механизм кэширования, и все инстансы, которые создаются в диапазоне значений от минус 128 до 127, вызываются из кэша. Например, в экземпляре класса Byte находится внутренний статический класс под названием ByteCache, в котором объявлен финальный массив кэш, и при первом обращении к Byte этот массив инициируется. И все инстансы при вызове метода valueOf возвращают один тот же экземпляр класса. То есть все значения в диапазоне от минус 128 до 127 будут кэшироваться. В частности, нужно это проверить, если набросать очень простую рамку, которая будет вызывать метод doCompare, куда мы будем передавать конкретное значение, в частности 5. Мы инстанцируем два объекта класса Integer, выполняем между ними сравнение, и выполняем сравнение через вызов метода equals. Когда мы передаем значение 5, наше значение ссылается на один и тот же объект в памяти. То есть кэш интегеров вернул один и тот же объект, при вызове каждый раз значения valueOf. Как только мы увеличим наше значение, которое будет выходить за пределы размерности кэша, у нас будет возвращаться false. На самом деле в GDK современной есть дополнительные настройки виртуальной машины, которые позволяют расширить диапазон кэшированных значений. В частности, это параметры виртуальной машины автобокс кэш максимум. Давайте зададим ему значение 500, и выполняя тот же самый код, мы увидим, что наше значение за кэшировалось. Поэтому достаточно важно это знать и пользоваться правильно, потому что при сравнении инстанцированных объектов могут возникнуть проблемы, что на самом деле не ссылаются на одни и те же объекты в памяти. Идем рассматривать следующее преимущество. Третье преимущество, что в отличие от конструкторов, наши фабричные методы могут возвращать не только сам объект, но и подтипы, производные от данного объекта. В частности, класс календарь имеет getInstance, который является фабричным методом. В параметрах передается timezone и local. В зависимости от timezone и в зависимости от local вызывается блок проверки. Мы можем увидеть, что в случае, если была передана тайская локаль, тогда создается инстанс буддийского календаря. В случае, если была передана японская локаль, создается инстанс японского календаря. В противном случае, если не прошли эти проверки, то инстансируется григорианский календарь. Японский календарь, буддийский календарь и григорианский календарь являются производными от класса календарь. Тем самым мы можем возвращать абсолютно разные объекты, производные от данного, что мы не можем выполнять при использовании техники конструктора. Четвертое преимущество — это то, что использование пабличных методов упрощает использование параметризированных типов. Как стандартно мы используем параметризированный тип? С левой стороны от присвоения мы объявляем наш интерфейс, возвращаемый тип, и указываем в данных операторах те параметры, которые должны проходить под эту критерию. Когда мы инстанцируем объект, мы точно так же должны повторить те же самые параметризированные типы для инициализации объекта. Если написать метод new instance, фабричный метод, который будет возвращать хешмапу, то при вызове этого метода нет необходимости вызывать параметры. И Джордж Блок в своей книге говорит о том, что сейчас, к сожалению, в GDK нет такой возможности, но возможно, когда-то в будущем подобные вызовы конструктора будут весьма удобны даже без вызова фабричного метода. И действительно, начиная с релиза 1.7 мы можем инстанцировать наши параметризированные типы без явного указания параметров после оператора. Наряду с преимуществами у фабричных методов есть два основных изъяна. Итак, самый первый, что если мы используем фабричный метод, то нам достаточно тяжело выполнить и практически не сложно выполнить соплассирование этих классов, которые будут защищены таким конструктором. И второй недостаток состоит в том, что фабричный метод это статический метод и он находится внутри всех остальных статических методов и его достаточно сложно определить. Для того, чтобы избежать этого, принят так называемый convention по именованию фабричных методов. Есть ряд стандартных названий методов, которые должны присутствовать в сигнатуре. В частности, это value of, который возвращает инстанс производный, оператор of, название of, которое в принципе повторяет то же самое. Отличие get instance и new instance состоит в том, что new instance должен гарантировать каждый раз возвращение нового экземпляра объекта, который будет находиться в новой ячейке памяти. get instance разрешается использовать в кешировании. То же самое относится к get type и new type. Переходим к следующему айтему использования билдеров. Стандартно в программировании используются две техники по инстансации объектов. Первая техника называется телескопические конструкторы, вторая техника называется pattern java bin. В чем состоит телескопический конструктор? Если посмотреть на инстанциацию этого класса, внутренний факт телескоп, то мы видим, что конструкторы расширяются. То есть постепенно к каждому конструктору добавляется вызов дополнительного конструктора этого класса и вводится дополнительно переменная. Есть основной главный конструктор, в котором передаются обязательные поля. Это два поля serving size и servings. И последовательно осуществляется цепочка вызовов до самого глубокого конструктора. Это напоминает такую своеобразную структуру в виде телескопа, который раскрывается и каждое звено расширяется и увеличивается все больше и больше. Но в результате написание таких конструкторов достаточно сложно и гораздо сложнее их обслуживания. Потому что если мы хотим ввести какую-то новую составляющую в наш класс, новый field, нам нужно переписать конструктор, ввести еще один дополнительный параметр, создать еще один конструктор. Очень часто в конструкторах значения пересекаются. То есть одни параметры одних типов указываются сначала, другие параметры указываются потом. И начиная от размерности порядка шести параметров при инициализации нашего конструктора становится достаточно тяжело сопровождать такой код и тем более его использовать. В какой-то момент для пользователя такой API появляется вопрос о том, что же все-таки эти все значения означают и как ими можно пользоваться. И естественно при использовании такой техники вероятность того, что мы внесем баги в наш код, она достаточно велика. Следующий подход для создания инстанциации является использование паттерна Java Bin. Он достаточно простой, есть у нас стандартный дефолтный конструктор. В этом конструкторе он может быть без параметров, либо в него передаются параметрами те значения, которые должны быть однозначно инициализированы, так называемые required, либо дефолтные значения. И для каждого филда, для каждого параметра создаются отдельные методы, так называемые сеттеры, которые пришли нам из BIN технологии. Тем самым мы можем инициализировать наш объект и с помощью сеттеров выставить определенные значения. У техники Java Bin по сравнению с телескопическим конструктором действительно есть преимущества. Такие объекты очень легко писать, очень легко инициализировать и очень легко поддерживать. Но, однако, при использовании Java Bin мы можем попасть в такую ситуацию, когда наш инстанциированный объект будет находиться в несоответствующем состоянии. И вызов последующего сеттера может полностью либо развалить нашу конструкцию, либо вызвать какой-то эксетшен. Чтобы не попасть в все эти ситуации, используется техника под названием Builder. Используем тот же самый класс, внутри он FaxBuilder, в котором мы определим наши параметры. Внутри мы определяем статический публичный класс Builder, который имеет те же самые филды, как и внешний класс. При вызове нашего Builder мы передаем ему определенные значения. Обратите внимание на метод Calories. Мы передаем какое-то нитовое значение, этим значением мы инициализируем переменную Calories и возвращаем ссылку на собственный объект. Таким образом, все наши конструкторы заменяются методами. Каждый метод инициализирует определенную пропортию нашего класса и возвращает собственный reference. В результате, для того, чтобы создать экземпляр нашего класса, необходимо обратиться к Builder, инициализировать его какими-то дефолтными значениями и далее просто-напросто последовательно вызвать определенные методы. Такой код очень легко читать, очень легко сопровождать. В частности, мы можем определить какие-то дополнительные свойства в случае, если мы добавляем не только калории, не только жире, а какие-то еще дополнительные свойства. Нам не нужно менять никакие конструкторы. Мы добавляем просто-напросто еще один дополнительный метод и определяем дополнительный филд. Эта технология очень напоминает и эмулирует подход с производными параметрами таких языка, как Ada и Python. Очень хорошее решение для тех классов, которые подлежат очень частой модификации, когда нужно передавать несколько параметров. И мы никогда не окажемся в ситуации, когда наш класс будет в неопределенном состоянии, который может повлиять на дальнейшую работу нашего кода. Следующий, Айна, вопрос, пожалуйста. Алло, меня слышно? Алло, да, слышно. Ну, это, скорее всего, не вопрос, а дополнение на предыдущий слайд можно. Смотри, получается, если еще применить item 1 к item 2, тебе не нужно будет создавать внутренний класс. Можно создать фабричный метод, который будет возвращать интенс этого класса. И далее все, как у тебя. Отлично. Чтобы не писать new. Ну, я просто обычно вот так вот делаю, так оно еще проще. Здорово. Можно просто расширять best practices дальше. Спасибо. Ну, просто это известно. Просто техника, интересно было людям. Все, спасибо. Окей, спасибо. Следующий item – это использование синглтона. Рассмотрим стандартный синглтон без даблчека, как он используется. Создается приватный статический филд, который является типом нашего класса. Переопределяем конструктор, объявляем его приватным. И создаем метод getInstance, который будет возвращать, во-первых, делать проверку, инициализирован ли наш филд instance. В случае, если он не инициализирован, выполнять инициализацию нашего синглтона и возвращать референс на него. В дополнение в этот класс мы включаем какие-то методы, которые будут выполнять логику. Так реализуется стандартный синглтон. В случае, если нам необходимо выполнить сериализацию, либо десерилизацию этого объекта, то дополнительные филды, которые участвуют в каких-то вычислениях, необходимо объявить как Transigned, которые не будут участвовать в процессе сериализации. И необходимо будет переопределить метод ковидризов, который будет возвращать наш instance синглтона. Joshablog предлагает поступить гораздо проще и более изящно, и для использования синглтона использовать e-num. Достаточно создать e-num, перечисление с одной константой, в данном случае мы называем ее инстансом, и определить какую-то логику. В дополнение к этому, Java обеспечивает бесплатный механизм стерилизации нашего объекта. То есть, если сравнить количество хода с левой стороны и с правой, мы видим огромную разницу. Я считаю, как бы каждая практика имеет свое место, поэтому, если есть необходимость использования e-num в таком виде, почему бы и нет. На самом деле, по синглтонам можно очень многое спорить, можно говорить о многопоточке, можно говорить о дабл-чек синглтонах, но в реальности кто может как бы ввести в практику, где синглтон очень часто используется. Я, например, ввел синглтон в качестве каунтера, еще очень много сайтов посещений, которые должен быть обязательно один инстанс, который не требовал никакой-то происходности. Хорошо. Следующий айтем — это написание классов утилит. В ряде случаев нам необходимо написать свой класс утилит, который будет обладать статическими методами, выполнять какие-то вычисления и будет использоваться в нашей API. Можно посмотреть вовнутрь пакетов, таких как MAT, либо RAS, и посмотреть на их реализацию. Одним из требований для подобных классов является невозможность его инициализации, инстанциирования. Если использовать стандартную технику объявления класса абстрактным, то в таком случае у нас есть лазейка, мы можем наследоваться от этого класса, и в результате производный класс может быть вполне инстанцировать. Для того, чтобы выполнить наш класс неинстанцирован, достаточно объявить его конструктор приватным. Более того, JoshBlock рекомендует в этот конструктор включить пробрасывание эксепшена, либо assertion-error, в том случае, если внутри нашего класса утилит, какой-то из метод все-таки попытается явно вызвать конструктор нашего класса. И в дополнение, как обычный эффект, который нам очень удобный, классу, у которого конструктор является приватным, не позволит от него наследоваться, и таким образом мы не сможем суббассироваться. Следующий айтем гласит, старайтесь не использовать ненужные объекты. В частности, мы видим, что инициализируется строка определенным значением с левой стороны, и с другой стороны переменная строковая инициализируется литералом. В чем преимущество первого от второго подхода? Согласно спецификации Java Language, раздела 3.10.5, при выполнении второй техники мы будем обращаться к константному пулу строк. Этот пулу строк шарится в пределах одной виртуальной машины. Таким образом, если такой же литерал будет повторно встречаться в нашем коде, мы будем обращаться все к тому же объекту. Но вызов каждый раз оператора new будет создавать новую строку, что не является оправданным. Давайте посмотрим на следующий код и постараемся найти в нем ошибку, либо что в нем не так, как вы считаете. Мы находим сумму от 0 до максимального значения интеджера. Просто считаем вычисления. Да, совершенно верно. Единственная ошибка написания этого кода состоит в том, что переменный сумм мы объявили в виде в раппе long. То есть все отличие состоится уже на все в одной букве. Что происходит в этом случае? На каждом шаге эдурации нашего цикла из объекта long происходит анбокс, вытаскивается примитивное значение long. Это значение суммируется с текущим счетчиком нашего цикла i. и вычисленная сумма возвращается в long и создается новый объект. Тем самым одна типографическая ошибка в один символ стоит на том, что в памяти будет создано порядка 2 миллиардов абсолютно ненужных объектов. И время выполнения программы увеличится практически в 6 раз. Поэтому в случае, если действительно есть такая возможность, необходимо использовать примитивные типы и отдавать им предпочтение по сравнению с брапперами, которые могут их обворачивать. Точно так же, как переиспользование иммутабл объектов типа string возможно в константном пуле, мы можем использовать такую же технику в своих собственных классах. Например, класс person имеет метод is baby boomer, который вычисляет дату рождения человека. В частности, он проверяет, попадает ли эта дата под диапазон 1946-1965 год. Это именно тот диапазон лет, в который происходил огромный baby boom во всем мире. Что происходит? Создается новый инстанс календаря. Он сетится значением левой границы диапазона. Инициализируется переменная boom start этим значением. Потом календарь выставляется верхний диапазон значения. Инициализируется boom end. И только после этого выполняется сравнение нашего передаваемого параметра во вхождение диапазона. На самом деле, достаточно вынести наши значения boom start и boom end. И объявить их в виде static final constant. И создать статический блок, в котором будет происходить инициализация этих значений. И тем самым мы освободим память, закрепим только Z-классами. И только при первом обращении к нашему классу person faster будет инициализация этих значений. В этом случае прирост при использовании огромных вычислений порядка 1000 и больше составляет 250 раз. И нет лишних объектов. В данном случае мы избавляемся от трех созданных объектов. Посмотрим следующий пример. Пример. Это пример вероятного стека. У стека есть массив элементов, есть размерность и дефолт capacity, которая инициализируется. Метод push загоняет в наш стек следующий элемент, увеличивает capacity, проверяет, необходимо ли нам расширить наш стек. Метод pop делает проверку, не вышли ли мы за нижнюю границу диапазона стека. Если это произошло, срывает exception, либо возвращает наш текущий элемент. Но на самом деле в этом коде есть утечка памяти, так называемый memory leak. Проблема состоит в том, что как только мы извлекаем метод pop, мы просто-напросто смещаем счетчик. А элемент под индексом size содержит ссылку на тот же самый объект, который находился в нем. В результате наш стек меняется только по индексу, и garbage collector не сможет отработать по массиву объектов, поскольку все референсы в нем будут закреплены. В данном случае можно использовать обнуление этого референса, этого элемента массива. Но на самом деле обнуление не является часто использованной практикой и скорее всего является исключением. Этот пример просто-напросто показывает то, что в любом случае, где есть определенные действия человека, написание кода, потенциально может присутствовать ошибка. В частности, очень часто ошибки по использованию памяти присутствуют в таких классах, как cache, как переопределенные стеки, очереди и подобные. И в случае, если в нашем коде есть какая-то стандартная, нестандартная реализация, необходимо быть очень внимательным к ней. Просмотрим следующий пример. Это пример построения bigram. Bigram называется слова, которые состоят из двух букв. В методе main создается bigram, она инициализируется какими-то чарами от буквы A до буквы Z. И по идее, если заранить этот класс, то должны инициализироваться, поскольку в английском языке находится 26 букв, то класс bigram должен наполниться 26 комбинациями. Ну, на самом деле, в этом классе есть бага. Как вы думаете, какая? Получается, будет только маленькие буквы или заполнится? Ну да, участвует только маленькие буквы от A до Z, но бага состоит в нашем методе equals. Обратите на него внимание. Метод equals принимает на вход наш класс bigram, но согласно контракту он должен принимать object. Тем самым мы не приопределяем метод equals, а просто-напросто делаем его расширение. И при вызове метода equals, на самом деле, будет вызван метод equals нашего суперкласса, нашего object, который будет возвращать значения референсов памяти, которые каждый раз будут уникальны. И в результате выполнения этой программы будет создан сет не из 26 элементов, а из 260. Для того, чтобы избежать таких нелепых ситуаций, достаточно просто-напросто использовать аннотацию overwrite. То есть, в случае, если бы мы наш метод equals пронаркировали аннотацией overwrite, то компилятор не дал бы нам перекомпилить наш класс. Он сообщил бы об ошибке, и однозначно мы бы определили, каким образом должен выглядеть класс equals. Конечно, в современных IDE-шках все функции реализованы, но зачастую приходится работать с кодом, который был определен гораздо раньше, и может содержать подобные баги. Переходим к следующему пункту. Это написание методов и, в частности, параметров. Можно задать такой вопрос, что произойдет в случае, если в наш метод будет передан какой-то нестандартный параметр, который не участвует в каких-то критериях, либо будет передан неверное значение. Здесь может произойти очень много разных ситуаций, но большинство из них расходятся, в принципе, на три кейса. Первый кейс – это когда переданное значение очень серьезно будет влиять на логику нашего метода, и в середине какого-то процесса вычисления сравнивает эксепшн, и мы не сможем пропроцессить наши данные. Гораздо хуже будет сценарий, когда неверное значение будет интерпретировано нашим методом, и на основе этого метода, на основе его вычисления, оно повлияет на результат. То есть метод выполнит неправильные вычисления, и результат будет неверный. Но самый худший сценарий, который может быть, это если наш метод вернет какое-то необходимое значение, но метод участвует в инициализации, либо изменении определенного состояния объектов, которые участвуют в дальнейшей логике программы, и тем самым он несет огромную ошибку в работу этих объектов, либо изменит их состояние. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, необходимо использовать технику валидации, проверки входящих данных в наши параметры. В случае, если наш метод выполняет какую-то проверку входящего параметра, если этот параметр не подходит под наши критерии, которые мы сдаем, мы вправе здесь инициализировать какой-то exception. В частности, обратите внимание на арифметику exception, который условуется в том случае, когда мы вызываем модуль big integer. Здесь может быть не только арифметику exception и legal argument exception, но самое главное, чтобы в том случае, когда мы в наш метод добавляем проверку и решаем, что мы будем строить exception, в Java.tok нашего метода добавить так и определить, что в случае мы пишем наш критерий, будет выбрасываться такой-то exception. И тогда пользователи нашей API будут понимать, какие параметры необходимо передавать, и они смогут хендлить exception, который будет выбрасываться и будут знать эти случаи, когда это происходит. Предыдущий слайд рассматривал публичные методы, которые смотрят на внешнюю сторону. В том случае, когда мы являемся пользователем нашего класса, либо пакета, и мы пишем нашу собственную API, которая будет из-за цены только из-за нее, но и снаружи, либо идет взаимодействие между разными классами, то нет необходимости использовать механизм exception, а достаточно использовать механизм assert. С помощью assert мы проверяем какие-то логические вычисления. Assert отрабатывает следующим образом. В последующей конструкции assert идет логический оператор. Например, переменная сравнена со snal, вычисляются размерности. Если эта логическая конструкция возвращает false, тогда у нас выбрасывается assertion error, ну и программа останавливается. В чем удобство использования техники assert? В том, что assertion могут быть активированы на тестовом environment. Достаточно совершена сила для виртуальной машины создать дополнительный параметр enable assertion, либо его аббревиатуру EA. И в случае, если какие-то критерии по этим блокам не будут проходить, мы будем видеть эти ошибки. На последующих environment мы можем просто напросто эту технику отключить и за дизейблить assertion. Следующий параметр, следующий айтем — это защитные копии. Вообще рекомендуется использовать технику защитных копий как можно чаще, в том случае, если логика нашего класса является логикой фреймворка, который смотрит наружу. Давайте посмотрим на класс под названием periodDefendless. В этот класс в конструкторе передается два значения, типа date — это начало периода и окончание периода. Хотя здесь и есть проверка на вхождение в определенный диапазон и выбрасывается exception или legal argument exception в случае, если значение start идет позже, чем end. Но все равно у этого класса есть уязвимость. Можно представить себе такую ситуацию, когда пользователь этого класса создаст две переменные — start и end. Инициализирует период defenseless и в какой-то момент, свершенно всего на референсе start, изменит год. В этом случае через абсолютно стороннюю переменную мы можем влиять на поведение нашего класса. А тут нет сеттера. Еще раз. У этого класса нет сеттера. У этого класса нет... У какого класса? У класса date? Нет. У периода... Смотрите, у нас есть переменная start. Это является переменная класса date. У класса date есть setter, setyear, setmonth, setday. То есть мы сетаем не период defense. Мы период defense передаем, все же, что у нас в конструкторе две переменные. Но имея референс на эту переменную, мы можем поменять ее значение. И это значение поменяется и в коде нашего класса. Например, если идет проверка на какую-то дату, например, там, trial period лицензии, либо имеют ли пользователи гранты на выполнение каких-то действий в этом диапазоне. Таким образом мы можем влиять на эту уязвимость. Для того, чтобы защититься от нее, используется следующая техника. В конструкторе создается defense copy механизм. То есть в отличие от предыдущего кода, мы не явным образом присваиваем значение переменных, а осуществляем это через конструктор. Мы создаем новый объект, параметры которого передаем значение getTime нашего метода. Тем самым мы полностью обеспечиваем себе то, что через конструктор эти значения не могут быть переданы. И обратите внимание, что сначала у нас происходит инициализация этих переменных, и только потом происходит сравнение. Потому что существует так называемая то, кто я атака. Это time of checkness, time of use. То есть в определенный момент значения этих переменных могут быть в диапазоне, который вы будете проверять, но посредством counter, либо посредством каких-то других механизмов, таймеров эти значения могут быть заведены совсем в другие даты. И есть вероятность, что в вашу проверку эти значения пройдут, но гораздо позже эти значения будут изменены. Положна все getter. Что-что? Мы моим getter, мы с чрезных можем поменять. Но наряду с этой техникой у нас в нашей API-ке есть getter, который возвращает референс на наш стандартный объект. Совершенно верно. Нам нужно защититься не только посредством конструкции, но нужно защититься по счету getter. Потому что если посмотрим на следующую атаку, мы создаем период, инициализируем его какими-то значениями. У стартера мы пытаемся поменять изменения, но на самом деле это значение меняется только в нашей переменной. У периода это значение уже не поменяется. Но вызвав getter у нашего периода, мы получаем референс на наш внутренний объект. И таким образом мы можем изменить абсолютно любое значение и точно так же влиять на поведение. Для защиты от этого необходимо идентичную технику применить и по отношению к getter, которые возвращают референс на наш объект. На самом деле эта техника, нет необходимости использовать ее абсолютно везде, при каждом getter, при каждом setter, при каждом вызове конструктора, но она достаточно удобна в том случае, когда на код смотрит на внешнюю сторону и когда у нас есть какие-то потенциальные угрозы, которые могут влиять на поведение нашего кода. Давайте посмотрим следующий элемент. Это практический совет использовать пустые массивы либо коллекции и возвращать их из методов вместо обычных навов. Очень часто приходится встречать код, подобный этому. Например, у нас есть какой-то метод, здесь это getChase, который возвращает массив каких-то объектов. Но внутри этого метода есть проверка, которая в случае, если размерность нашего массива равна нулю, возвращает null. И в результате пользователю этого метода, вместо того, чтобы выполнить совершенно несколько строк, преобразовать наш массив в лист, вызвать метод contents и проверить вхождение какого-то элемента, ему необходимо сделать дополнительный double-чек на то, что значение, которое вернул метод, не является null. Но это весьма неудобно и действительно критично. К этому не придем, есть такой момент. Почему это может внести ошибку? Потому что написание такой техники может находиться в нашем коде абсолютно годами. В какой-то момент наша модель может иметь свои значения, и какие-то значения будут обнурены. И в результате, только через несколько лет, которые были не похендлены. Для того, чтобы использовать все-таки возвращать null, есть совершенно всего несколько аргументов. Один из аргументов, это то, что если мы будем возвращать не null, а какие-то объекты, либо массивы, либо листы, нам потребуется для этого дополнительное выделение памяти. Но эта теория очень быстро опровергается. Всевышно всего, для того, чтобы быть уверенным, что у нас началась какая-то деградация перформанса, необходимо использовать средства профайлинга. Только в этом случае мы можем определить, что использование определенной размерности длины объектов, либо других референсов, имеет преимущество. И перейти на эту технику. А также основным пунктом является то, что мы можем возвращать из параметров метода не null, а массивы нулевой длины, которые по своей природе являются имидуным объектами. И они вполне могут использоваться в других методах. С левой стороны представлен код, который возвращает массив нулевого значения. У нас есть переменная листа. Это через инстаг, который не связывает массы, например, из метод, который преобразует наш лист в массив. При вызове этого метода необходимо передать параметр. Согласно Животоке, этот параметр является типом массива, к которому должно произойти преобразование при вызове метода toArray. Но на самом деле, если этот массив будет инициализирован массивом нулевой длины, то в случае, если в нашем листе не будет элементов, если наш лист будет пустой, то вернется массив из нуля элементов, и он будет immutable. Идентичную технику можно использовать при оперировании с коллекшенами с листами. В частности, у коллекшенса есть методы, которые возвращают пустой лист, пустую мапу и прочие интерфейсы. Это будет гораздо удобнее, и тем самым мы обеспечим наших пользователей необходимостью дополнительной проверки на нау, которая не будет выполняться. Это будет лист с нулевым элементом, либо массив с нулевыми элементами. Как правило, следующим шагом при вызове этого метода, либо подобных им является итерация по этому массиву, либо по этому исту. Но поскольку это лист из нуля элементов, это не будет Birdie. Это было эсентрации, что ты захочешь еще раз за это. Это неправильная Если, например, use raised as list, он говорит аналогично и get to go. Ну, тобто, ты из Array родишься лист, и, может, мне его попробовать через додатку, случайно не можешь? Нет, но Array as list возвращает bucket list. Правильно? Он возвращает bucket list, он возвращает bucket. Возвращает Array list, а там Array list, где внутрешний private static class. Ну, это называется bucket list. То есть это не реальный Array list, это вложенный bucket list, который не может добавлять дополнительные. То есть это мы заблокировали. Ну, и с того, что это может добавить до Array? Да, но bucket list нужно знать, как будет иметь импульс. Знать достаточно. Ну, да. А вот это же Getter, и дужи логично, якщо он модифаблый лист портается с Getter, а мы не можем, что сменять, и мы за этики Get values. Да, там нельзя модифицировать. Там возвращается вложенный Array list. То есть это производный класс, он отличается от bucket list от Array list. Нет, Array list. Array list. Он возвращает Array list, но вложенный в Array list. То есть он отличается от стандартной инклементации на листах, и ты не можешь добавлять в него ремень. Хорошо. Я смотрю, время у нас подошло уже 20 минут, поэтому следующий слайд, который, в принципе, показывает идею нашего кода. Да, это как Coffee Break, который будет. Обратите внимание на надпись Coffee Baby. Если присмотреться, то наши линии идут застилтованные, они наклонные. То есть каждая вторая буква наклонена в другую сторону. Но если линии, которые производят очертания наших букв, соединить между собой и залить их другим градиентом, то мы увидим, что на самом деле надпись является перпендикулярной. Все буквы выложены в одну линию. Это самый настоящий оптический обман. Если мы уберем клиент с заливки, мы опять увидим, что линии смещаются. Подобное наблюдается не только на оптических иллюзиях. И то же самое происходит с нашим кодом. Мы привыкли видеть стандартные конструкции, стандартные блоки, инициализации, сеттеры, геттеры. Поэтому, возможно, не когда мы пишем, а когда мы проводим код-ревью, благодаря тому, что это стандартные штампы, мы пропускаем определенные блоки. И это может повлиять на наши качества. Поэтому помните о том, что в любом коде может быть какие-то азианы. И я попытался донести вам крупные идеи книги. Обратите внимание на нее. Думаю, она будет всем полезна и интересна. Окей, у меня все. Меня больше понравилось? Да, да. Ну, ты знаешь, мне понравилось вообще, что это книга, в которой сведены масса советов человека. То есть, видно, это практика. Я могу сказать, что мне не совсем понравилось. Мне совсем не понравилось то, что книга поддержала только две редакции. Сам блок говорит о том, что когда он писал фреймворк collections, когда он пошел в релиз Java, пошли следующие релизы в Java. У него была масса идей о том, что нужно в collection добавить такое, нужно добавить новые методы. Но в тот момент сам микросистом сказал, что мы ориентированы на релиз, в этом релизе должны быть эти вещи. Но мы это не добавим. И он перешел в Google, перешел в другую контрацию. И гораздо позже в Java нашли показаться уже эти фишки. Пусть восьмая Java вышла об этом. И, в принципе, в будущем, я так понимаю, планируют переориентировать это издание. Сейчас у него есть ряд видеоконференций, которые называются «Effective Java и Steel Effective». Они доступны на YouTube и в интернете. И комьюнити обсуждает идею этой книги, пытается наложить эти примеры на восьмерку, на новые фреймборки, на новые лифты, на два, установить и выбрать полиантимальные варианты. Это еще отличное. Да, да. Время не стоит на месте, поэтому все модифицируется. Кстати, вот такие питания по блоку. Это, честно, не он, мое отношение к Гуаве. Потому что в Гуаве есть много речей и, например, поти. Из них уже именно Oracle. Я смотрел по-блуху, только искал по исходнику. Но если подпишено либо… Посмотри, однозначно он будет автором. Но если он был архитектором, главным чипом, то, в принципе, все эти идеи пошлись не без него. Тем более, будучи огромным специалистом написания фреймборка, который, в частности, товарищи, однозначно принимал участие. Окей. Хорошо. Всем тогда спасибо за участие. Надеюсь, информация была вам полезна. Спасибо. Спасибо. Рома, ты закончил? Ребята, есть у вас вопросы к Роме еще? Оффлайн, ребята, которые ремоут? Нету, спасибо. Окей. Спасибо. Рома за презентацию. Вот. Ээээ… … … … …